Привет, мои дорогие, мои любимые, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. Я вам всем советую сейчас сделать кофеёк и послушать ответ на мой вопрос. Сейчас у меня небольшой перерывчик. Я занимаюсь уборкой и немножечко покраской и ещё выбеганием периодически на улицу, потому что я ещё делаю пробежки и такая у меня жизнь. Я хотела бы ответить на два вопроса. Как бы и на сериалы, какие я смотрю сериалы, и смотрю ли я их вообще, первый вопрос. И объединить со смыслом жизни. Я сразу отвечаю девочке, которая не видит смысла в жизни. Она мне написала такое письмо, что просто меня за душу схватила, я тут вот выписала. Я попросила у неё разрешения. Я ей сказала, что вы меня за душу задели, очень задели. И в прямом, и в переносном смысле. И не обижайтесь, если я вдруг строго где-то что-то скажу. Я ни в коем случае никого не обличаю, никого, никогда. Это всё, что я говорю, это чисто моя личная точка зрения. И я не психолог, я не психиатр, я не психотерапевт. Я человек Божий, верующий. Больше всё. Вот и всё. Всё, откуда что я черпаю, только лишь отсюда. И я черпаю всё вот отсюда. Девчоночки, вот отсюда я черпаю всё. Всё я черпаю от Слова Божьего и только от Него, и только от Бога. Потому что иначе бы я не выжила в этом мире. Итак, меня Господь Бог очень сильно поддерживает. Нельзя ни на кого надеяться. Нельзя ни на кого, кроме Бога. Не надейся ни на кого и не становись ничьим рабом. Итак, смотрите, что она мне пишет. Я здесь вот выписала себе. Такие фразы. Её зовут Татьяна. Не нахожу смысла в жизни, не пойму, для чего я живу. Детей нет. Переезд в другую страну, с мужем отношения не складываются. Не нахожу свою нишу, не пойму, для чего я живу. Ну, это я так, вкратце, чтобы всё не зачитывать. Я вам скажу первый ответ на вопрос «Смысл в жизни». В чём вы хотите, чтобы был ваш смысл в жизни? Вы подумайте, задайте себе вопрос. «А что я хочу? Что я хочу в этой жизни?» «Что я хочу в этой жизни?» И выкините это. Потому что это совсем не важно. Всё, что вы хотите, это никому не интересно. И никому не надо. А теперь задайте вопрос ближнему своему. Что ты хочешь? Чем тебе помочь? Как я тебя сегодня могу благословить? Найдите сегодня одного или двоих человек. И пойдите и благословите их. Как их благословить? Очень просто. Испеките шарлотку. Идите и благословите их. Сядьте с ними за чашечку чая, за чашечку кофе. Благословите их. Скажите им массу тёплых слов. Продлите им жизнь. И дальше, и дальше, и дальше. Если у вас есть свободный час или два, благословите кого-то. Если в этом есть смысл жизни. Вот в этом есть смысл жизни. Смысл жизни есть в том, чтобы приятное сделать своему ближнему. «Люби ближнего своего», как самого себя сказал Иисус Христос. Как? Он не сказал «люби». Вот смотрите, фраза какая. Какую нам установку дал Бог? Нам Бог дал установку. «Люби ближнего своего». А дальше он сравнивает. Как? Как бы ты любил самого себя. Но первая, самая первая фраза. Если ты хочешь выполнить пункт второй, смотри пункт первый. А пункт первый – люби ближнего своего, как самого себя. Хочется тебе или не хочется. Люби его. Говорят, ах, я завела собачку, смотрю за собачкой. Собачка – собачка, собачка – друг человека. Но вам надо искать ближнего, нуждающегося, нуждающегося человека. И помогать, помогать ему. Найдите пять, найдите шесть, найдите. Вот это смысл жизни. Смысл нашей жизни – любить ближнего своего, как самого себя. Вот и весь смысл. Очень просто. И каждый день благословляйте. Дальше смысл жизни в том, чтобы радоваться. Радоваться жизни, а не ныть. Пессимист убивает самого себя. Будьте оптимистом. Радуйтесь, и к вам потянутся люди. Радуйтесь жизни. Радуйтесь каждому новому дню. Дни короткие. Жизнь также очень короткая, как мгновение. А Бог просил. Он потом скажет вам, я же тебя просил радоваться. Радоваться. А ты время теряла. Ты время теряла на то, что... Третье. Гоните прочь от себя всякие плохие мысли. Даже мысли гоните прочь от себя. Следующий пункт. Никогда не жалейте себя. Никогда. Это не вы, это бес. Это он говорит, ой, как же мы от тобой издеваются. А как же я? А как же я? А как же я? А как же я? Да никак. А как же он? А как же она? Вот. Это в этом смысл жизни. Подумайте о нём. О другом. Сядьте, помолитесь. Всё, что вы хотите, выпишите в список. Только подумайте хорошо. И не думайте, и не скромничайте. Не скромничайте. Пишите реально, но не скромничайте. Хочется вам Феррари машину? Напишите реально. Ну, не Феррари, а какой-то... Напишите, хочу вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Боженька, я дочь царя-царей, я это хочу, у вас это будет. Вы будете смотреть. Я когда-то тоже говорила, хочу квартиру, хочу машину, хочу, хочу, хочу. У меня было много пунктов, хочу. Постепенно, в вере. Но Бог же смотрит, сколько вы людям дали в этой жизни. Вы сколько дали в этой жизни. Благословляйте, я вам говорю, каждый день людей. Все ваши хочу исполнятся. Постепенно стали вычёркивать. Первое, я хочу семью, есть муж красивый, самый лучший, есть. Я не скромничала. Я говорила так. Пусть у меня будет муж, Господи, самый красивый, самый умный, самый интеллигентный, не пьющий, не курящий, самый лучший в мире. Господь, Бог мне дал такого мужа. Представляете? Я потом сказала, я хочу самого красивого сына, самый красивый, самый умный, чтобы играл на самом лучшем инструменте в этой жизни, чтобы свободно владел английским языком, чтобы, 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 чтобы. Господь, Бог дал мне этот пункт. Дальше я хочу такую дачу, чтобы это была такая, чтобы она была на берегу непростого озера, Йодового, например. Но я тогда не думала, что Йодово. Чтобы это было самое красивое место, чтобы был и лес рядом, и море. Господь, Бог дал мне этот пункт. Квартиру, Господь Бог дал мне этот пункт. Машину, одну, вторую, третью. Господь Бог дает, дает все пункты, дает все, дает пункты. Поверьте мне, но не в этом смысл жизни. Не в этом смысл жизни, дорогие мои. Смысл в жизни – давать любовь. Дальше, ближнему своему. Смысл в жизни – делиться. Смысл в жизни – молиться, пребывать в Слове Божьем. Молиться за всех и за все. Вы высвобождаете свой дух. Вы понимаете, когда вы веруете, вы высвобождаете этот мощнейший энергетический Божий дух. И этот дух начинает действовать во всех сферах вашей жизни. Он идет на вашу семью. Он идет на ваших ближних. Он идет на соседей. Этот дух бешеный, он идет везде, во все сферы проникает. И начинается работа духовная. Но пока вы не высвободите с помощью любви к ближнему, мы высвобождаем каждый день. Вы начнете наблюдать за собой. Когда вам хочется агрессивно ответить человеку, вы ему улыбнетесь и скажете, дай Бог вам здоровья. Вы знаете, он сразу в себя придет. И проклятие не надо никаких. Если что-то вас кто-то обидел, даже не обращайте внимания, Господь Бог об этом позаботится. Господь Бог все сделает так, чтобы позаботиться об этом человеке за вас. Чтобы он понял, что, ага, это была кара за нее. Чтобы мне нельзя было так к ней или к нему относиться. За верующих очень сильно кара идет, я вам скажу. Все, что вы называете страданиями, там не иметь дитя или еще, это никакие, это не страдания, девочки, я вам скажу. Это временное такое. Покрестите ребенка, относитесь к нему как к своему. Идите в интернат, станьте опекуном, возьмите себе ребенка. Если вы у меня... Я вам открываю свою сферу жизни по чуть-чуть, по капельку. Если вы узнаете всю мою деятельность с молодости, вы не поверите, вы вот так вот возьметесь за руки, за голову, вот так вот скажете, так это не может, таких людей не бывает, этого не может быть. Поэтому я вас не ошарашиваю, а по чуть-чуть, по чуть-чуть. Следующее. Думаю, что я про смысл жизни сказала, а потом еще не пойму, для чего живу. Здесь же и смысл. Вы живете для любви. Да. Никто вам ничего не должен. Никто вам ничего не должен. Вы должны это запомнить. Вы наполняете любовью сосуды свои дома. Сосуд мужа. Это ваш сосуд, вы его выбрали. Вот такой он, какого вы выбрали, вы должны его наполнять всю свою жизнь. Иначе зачем вы выбирали? Наполняйте свой сосуд любовью. Этот сосуд наполнится, тогда он переполнится, на вас вылезет столько любви, сколько вы даже не представляете. Ваш ребенок, наполняйте этот сосуд любовью. Этот, если у вас нету ребеночка, наполняйте сосуд соседский, ближний, наполняйте его любовью. Он перельется каждый день. Каждый день благословляйте его. Найдите человека, которому надо помочь. Их так много у нас здесь на земле. Наполняйте его любовью. Вот как меня Наталья наполняет любовью. Аллочка, как они меня наполняют любовью. Они нашли сосуд. Вы думаете, что я не нуждаюсь в любви? Вы думаете, что я очень нуждаюсь также в любви? Ну, я наполняю сосуды, я наполняю сосуды, а они на меня потом переливают. Девчонки, я вас люблю. Кто мне пишет комплименты? Я ими живу, я прямо в них купаюсь. Они мне дают жизнь. Они зажигают во мне жизнь. Я вас люблю, я вас наполняю. Я чувствую, что вы мою энергетику получаете, и она вас тоже наполняет. И вот таким образом мы живем. Вот это и есть жизнь. Мы себя, как, знаете, как заводную игрушку, накрутили, пошли, 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 пошли. Вот так. Дальше пошли. Детей нет, детей нет. А у миллиона нет детей. У моей соседки Жанны нет детей. А что она сделала? Она взяла двойняшек. Она взяла Дарью и Антона. Я их показывала в видео, посмотрите. Вот ей исполнилось 45 лет, она взяла, пошла детей. Или 46. Она взяла детей. Все, у нее есть смысл. У нее есть двое детей. Двое теперь. А еще я показывала видео в своей церкви. У них шестеро детей. Они уже пожилые люди. Они взяли еще троих. Пожалуйста. Это вообще не пункт. Детей нет. Понимаете, на этой земле мы все дети есть. Все дети Божьи. Все есть дети Божьи. Все есть дети. От вас они вышли. Или от кого-то другого. Они все ваши. Они все ваши. Я говорю, все дети мои. Я люблю всех детей. Посмотрите мои летние видео с детьми. Обожаю детей. Детей нет. Для меня это нет. Это детей масса. Я слово такое даже не знаю. Детей нет. Детей масса. У меня не было детей. Я взяла Артема. У меня появился первый сын. Все. До свидания. Нет, первый сын у меня был племянник. Я его тоже как за сына. Вадюнечка, я тебя люблю. И воспитывала, и любовь свою дарила, и обожала. Вадиша, докажи, напиши. Второй ребенок Артем взяла. Потому что мама его уехала. И с концами, как говорится, на долгие командировки такие, которые раз в году может увидеть сына на 10 дней там или и все. Есть такие. Ну, родила и оставила. И до свидания. Сильно занята была. Не до детей. Ну, ничего страшного. Нашли. Дали любовь. Что такое любовь? Это же... Нет, дорогие мои. Это встречать со школы, утром проводить в школу ребенка, накормить, проверить, сделал ли он зарядку, почистил ли он зубки, помылся, чистенький, оделся, обуться, застегнуть, все привести в порядочек, отправить в школу. Встретить со школы, накормить, напоить, уроки с ним выучить, спать уложить, болеть по больницам, с ним помотаться, на собрания в школе ходить. Это первый сын после моего племянника. А что вы хотите? Дальше, дальше больше было. Я вам потом в другую буду. Раз у меня не было еще ребенка, я взяла этого ребенка, Артемчика, взяла и приняла себе. Вот и все. Я не сказала ему, называй меня мама, не надо, называй меня Катя. То есть я говорю, потеряю. Вот старший сын. Посмотрите видео, старший сын. Сейчас он уже большой. А тогда он был мальчик, малыш. Так, думаю, по поводу детей нет, я вам ответила. Теперь переезд в другую страну. Чудо. Это чудо. Я переехала в другую страну. Украина – это страна, в которую я переехала. Я ее выбрала. Она мне снилась даже во сне. Вот эта улица мира, по которой спускаешься в Днепру, вот вся она зеленая, в зеленую, она даже во сне снилась, чтобы вы знали. Я переехала. Поэтому вот эта фраза – переезд в другую страну. Я выбрала себе Украину. Я восхищаюсь Украиной, красотой украинской, разнообразностью, многонациональностью. И я восхищаюсь Украиной, я вам честно скажу. У меня муж украинец. У меня ребенок родился от украинского мужа. У меня папа украинец. Мама немка. Мы не это. И то у нас есть даже в крови и поляки, и другие. Вот. И поэтому я вам хочу сказать, что переезд вот этот пункт в другую страну, он, Татьяна, Танюша, коснулся меня. А моя Танечка, посмотрите, хорватские видео, она вообще, то в Болгарии они жили, то в Хорватии, то в Боснингерцеговине, то на Украине 9 лет. Теперь они переезжают опять, там Германия или Франция стоит, или Австралия, три страны стоят. Под вопросом. Это, опять-таки, я вам говорю, тоже никакая не... Я слово это не люблю, проблема. Это не камень преткновения. Это класс, это супер, что переезд в другую страну. А теперь бы, если бы я... Вот я переехала в другую страну, я познаю каждый уголок этой страны. Я восхищаюсь тем, я никогда не плюю туда, откуда я пью. Я пью украинскую воду, вкуснейшую. Я ем украинский хлеб. Я лечусь на украинских великолепнейших источниках. Я поклоняюсь, кланяюсь этой стране. Никогда не плюй в тот источник, из которого ты пьёшь. Господь Бог наблюдает. Значит, Боженьке было угодно тебе дать именно эту землю. Именно вот на данный период времени. Именно эту страну. Полюбите её всем сердцем. Узнавайте каждый кусочек и восхищайтесь им рассветами и закатами. Небо у нас везде одно. Это страна. Теперь отношения не складываются. Что значит не складываются отношения? Как вы хотите их сложить? Как вы их хотите, отношения сложить? Отношения сложить невозможно. Отношения нужно поддерживать, наполнять любовью. Иногда строго, иногда по-доброму, иногда средне. Пустить холодок, потом снова отогреть. Придумать должны быть обязательно традиции. Про отношения мужа, жены, к семье. У меня тоже есть прекрасное видео. Вот это про ваши... Вот это вот с мужем отношения не складываются. Сложите эти отношения. Нужно сложить. Ну-ка, быстренько причесочку. Быстренько пробежечку. Быстренько себя в порядочек привели. Морщиночек нету? Нет, а ведь сорок пять. Баба-ягодка пять. Красавица моя. Всё, собрались вперёд. И что? Красиво оденьтесь. Надушитесь. Ванну примите сначала. Всё. И встречайте красиво мужа. Я никогда в халате не встречаю. Я всегда красиво одета. И его... Он всё время или в новую квартиру попадает, или новую жену видит с разными цветами волос. Ну что ж, пусть, пусть. Так что отношения не складываются. Вот это слово не складываются. Никогда отношения сами по себе не складываются. Отношения надо складывать. Их нужно сложить. Хотите вы этого или нет, возьмите и складывайте. То ли вы сложите и сделаете красивый, с бантиком, и у вас будут красивые отношения. То ли вы их скомкаете и сделаете вот такие отношения. Всё зависит от женщины. Всё зависит от женщины. И немножко от мужчины. Но у любовь и ум женщины. Конечно, вы будете его наполнять любовью, он на вас вылит, эта любовь. Но не может человек, если его любишь, если к нему всем сердцем, всей душой и с улыбкой. Это самое главное. Но не может он не сложить с вами отношения. Но не может его не тянуть к вам. Нет, такого не может быть. Поэтому отношения не складываются никогда. Их надо складывать. Теперь. Не нахожу своей ниши. Это то же самое, что нет смысла в жизни. Смысл в любви. Ниша. Занимайтесь всеми хобби, которыми вы только можете. Работа может быть любая. Поверьте мне. Кем я только не работала, когда нужны были деньги. Кем я только не была. Если нужны деньги, я параллельно занимаю несколько ниш. Что значит не нахожу в своей нише? Что это значит? Вы же человек. Вы уже родились. Вот ваша ниша. А дальше дарите любовь. Дарите любовь. Вот ваша ниша. Это ваша ниша. Дальше. Не пойму, для чего опять я живу. Ну, и тут вы поняли. Нет, жизненной энергии. У вас не будет жизненной энергии до тех пор, пока вы не начнете ее взять, брать отсюда. Брать отсюда, только отсюда. Давайте я вам подскажу даже псалом, который вам надо открыть. Значит, любой Библии открываете. У вас Библия есть, наверное. Открываете псалом. 22-й мне очень нравится. 22-й псалом. И, кстати, про сериалы мы не успеем сегодня. Следующее видео я расскажу. И 22-й псалом мой любимый. Вот он. Вот он, псалом. Сейчас видно? Да. Открываем Библию. Псалом 22-й. Страничка 578. Это псалтырь. Итак, в 22-м псалме читаем вслух. Для всех вас, девочки, я сейчас зачитаю мощнейшую молитву Давида, великого царя Давида. Этой молитвой молился Давид. И все знают, что Господь его слышал, слушал и внимал Давиду. Поэтому, да, Господь делал по Давидовым псалмам, как... То есть вот именно этой молитвой он доходил до Бога. И если почему псалмом надо молиться? Потому что она... Этот псалом вошел в Библию, в книгу жизни. Господь позволил этому. Все мы молимся разными молитвами. Но 22-й псалом в Библии, а не ваша молитва. Правильно? Правильно. Поэтому давайте возьмем библейскую молитву, Псалом 22, Псалом великого царя Давида. И зовем к Богу, но только от всей души. Давайте вместе повторяйте за мной. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиную смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне, предо мною, трапезу, виду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь. Как вы видите, что Господь, если вас будет пасти, то ваш дом будет полон, и Он вас будет вести. Поэтому, Танюша, вот эту вам молитву я дарю из Библии, которую каждый день будет вести вас по злачным пажетям. И преисполнена чаша ваша будет. И Господь будет по стези вести вас. Я вас всех люблю. Целую. Не успела вам рассказать про сериалы. Потом расскажу. Ваша Катя.